всем привет дожовый наггет у нас сегодня пятница 12 мая мы решили приехать погулять вообще поехать погулять за заехали в шупино здесь у нас святой точник но я вам ранее показывала момент начала спецоперации наши мы сюда ездили я налила с тобой кофе а вот и дальше у нас маршрут будет аккуратно только маршрут будет дальше мы раньше там были с детьми очень давно много лет назад лет может пять шесть назад поедем называется этно этническое место ключи вот туда поедем дальше маршрут в принципе не дал недалеко сейчас проставляем выбрали на 3 по моему уроков был и отпросили дальше кофе взяла из дома потому что я больше доверяю такому кофе своему вот андрей хочет поплавать но я не думаю что он рискнет туда мы не взяли не пледа не полотенца не плавки такого периоде отца нет сегодня у нас первый день такого прям вот тепло уже чувствуется что тепло киски тут веке вот как называется родник и неца село шопино святой это не такая же вода но она такая была но более не она прозрачная чем смотри какая здесь я переодевалась зимой точнее я как-то окуналась один раз это было когда я окунала здесь но это очень бодрит а ты помнишь заплыв туда ой я обратно зимой летом одним цветом прям сводит руки сводит там таковая ныряй тепленько набираем водичку просили конечно места у нас что я и люблю поплыли люди плавают боже у меня аж пальца свело рук они полностью окунаются это вообще ой 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 еще так далеко он плывет моржи настоящие реально очков я один раз окунулась и вылезло все тело свело прям очень жарко при чё-то еще черно припекаются в конкрет он обратно поплыл он такой конечно смелый ну что наверное он же просто закаленный уже там дома стоят знаете сколько денег вот на этом холме продаются по 70 по 100 с лишним миллионам а аккуратно холодная потихоньку пить набрали воду оттуда ну тут большими клягами приезжают набирают воду очень вкусно очень вкусно это что-то на севере да и на севере можно сказать что это где как прием так прием где если нет мы туда ходили все было бесплатно короче короче ребята подъезжаем на стоянку я вам рассказываю не ведитесь если вы сюда пойдете поедете когда-нибудь до каких-то мужика субтыльника стоят туда пойти в парк говорит гулять вот сюда вот да ну 100 рублей вход парк регионального значения тут все вход бесплатно везде ну может быть в музее там в домике согласна игру где услуги написано платный денег хотел срубить так что вон молодые березки привлекательно здесь такой прудик можно посидеть тут тоже ключи бьют видишь ключи бьют а тут есть какой-то вот мы туда помнишь ходили камень да березку не хочет надо точно туда не пойдем пойдем вот на этот мост и вот к этим там качели там качели вот там мы еще качались максим маленький был не помню на что не это песок куда куда ты тут мост влюбленных замки вешают предположим совет на любовь и тут чита ключик замочек какой-то сергей сергей и алина 23 год максим плюс насть потом максим влог посмотрят ты домики сейчас закрыты сейчас экскурсии нет наверно тоже палец альнички такие и всякие цветочки не свалится под тобой не свалится садись класс давай подскачу Все, 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 давай вот так вот погнуть, сильно не надо. Прямо это самое. Кстати, я немножко обижаюсь. Понятное дело. Как я бы хотела сказать, американские горки, дух сохла. Реально? Да. Так вот. Давай еще. Да хватит. Ой, я увидела в заготовке дрова лежат. Хочешь кофе? Угу. С соломенной крышей домик. Там заготовка дров. Максим. Вот это? Да. По-моему, для лошадей. Да, наверное. Подкова или какая? Нет, это не подкова. Дождик пошел. Мы вообще одни тут гуляем. Туалет. Да я уже попал в кадр. Смотрите. А что-то там не видно, Максим? Что-то. Нет. Смотрите, какие рамы. Мы все одни тут. У нас всякое. У нас всякое. У нас не сильно видно. У нас вообще не видно. У меня вообще не видно. дождь идёт там дом бабьёги правда я бабьёгу увидела макс зайди я тебя сфоткаю смотри наверх как ты смотрел вот какой-то кощей в общем объясняю нас догнал охранник и сказал заплатить чуть ли не штраф тысячи рублей вот этот вот вот это вот место все бесплатно когда вы заходите в домики где снимала этнические уже там же вход взрослые по 100 рублей дети до 14 лет 50 рублей ну и женщина пришла нам дала как бы не быть не брать вам не обманывать дала нам билетики все с чеками вот видите билетики 250 рублей платили просто полазили а чтоб зайти еще в домики там отдельная уже цена но сейчас но это по спец этому заказу нужно договариваться стопа не открывали приходили вам рассказывать ну типа как экскурсию брать вот и за парк сколько там ход 150 взрослый и детский тоже даже не а просто 150 рублей человек там такой мини-запарк что вы хотите сходить в общем а мы бы и мы ходили туда и в эти домики заглядывали и это было все бесплатно мы заплатили только по 100 рублей или 60 рублей за монетку когда чеканили все ничего не платили за зоопарк да да за парке помню что платить вот тут есть беседки можно шашлык там такое все покушать там всякие напомню тогда шашлык ели тут заказывали вот можно самому приехать вот так вот будем заканчивать этот лог вот на такой ноте мы посадили березово-осиновую или может быть просто березовую рощу мы не знаем что мы приобрели но места раскрывать не буду где мы это взяли вот продолжаем сажать да еще кустик шиповника будет но это на участке вот это у нас сирень вот это растет это дичка какая-то вот это только посадили здесь у нас новые будут деревья там тоже и еще одно в общем буду заканчивать здесь я нарыла но это слишком близко к дороге надо будет обратно ямку закопать вот а еще вот там в углу нарыла это шиповник я туда хочу вообще несколько кустов шиповника вот так посадить вот туда вот тоже тут видите уже как цветочки у меня поднялись вот но тут прям вообще красота в роза попали делаешь держу и поливая как она дороге лучше вот вот и и и и и и и и и Не хватало здесь пустых деревьев, вообще не надо, только там на пустыке. Давай. Сейчас, давай дальше. Это тоже сирень. Можно тоже обкопать вот так вот все вот эти сколышки. Здесь те уже хорошо прям поднялись. А это мы не знаем, что это за дерево такое. Какая-то дичка, знаете почему? Потому что на ней есть вот такие маленькие шипы колючие. Я не знаю, что это. По мне так похоже как-то то ли вишня, то ли абрикос. Я вот не знаю, что я не знаю только. Она будет еще попозже пролить хорошенько все деревья. Потому что все-таки они же из естественной среды вышли. Вот. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчик вверх. А у нас вот такая вот роза растет. Все, всем пока-пока. Ура.